Евгений Крылатов Песня «Крылатые качели» давно стала музыкальной классикой, как и многие произведения Евгения Крылатова, написанные для экрана. С кинематографом у этого композитора сложился настоящий творческий роман, довольно продолжительный и счастливый. За что я люблю кинематограф? За то, что он мне дал возможность встречи коротких, близких, прямо в домашней садоводстве, с огромным количеством потрясающих людей. Мне повезло работать с лучшими поэтами нашей страны. Понимаете? Для меня стихи основаны в это все. И та же была Ахмадулина, и с Робертом Рождественским. Я написал мало, но очень дорогие песни. Конечно, Дербенев. Ну и, конечно, такой главный, даже не в смысле, что лучше или хуже, но главный просто по количеству, по результату, это Энтин. Лесной олень. Жив-жив-жив. С первых кинокартин Евгений Крылатов приобрел славу композитора-песенника. Да и могло ли быть иначе, если «Крылатые качели», «Прекрасный далеко» и «Три белых коня» пела вся страна? Недаром музыку Крылатова иногда называют саундтреком советской эпохи. Удачные и интересные какие-то написал и песни, и музыку. И это все нравилось не только режиссерам, но и публике. Могли не знать фамилию, но знали песни, понимаете? Необыкновенно легкий композитор, мелодист замечательный, музыка летящая, как качели его, вот она у него вся так летит. Ну, это талант, тут ничего человек сам не делает, это все Богом дано. Вот, он просто... Наше дело, так сказать, транслировать это. Он совсем не детский, да. Ну, это, вы знаете, вот так бывает, ярлык какой-то ставят, так же, как и к Шаинскому, да, что вот он детский композитор. Крылатов – потрясающий лирик. Крылатов – потрясающий лирик. Помимо вокальных, у Евгения Крылатова было много инструментальных произведений. Но именно песни, перекочевавшие с киноэкрана в жизнь, сделали этого композитора широко известным. Такова была его судьба, и Евгений Крылатов не стал с ней спорить. Вот он настоящий кинокомпозитор. Он понимал экран, он понимал кадры, он понимал замысел режиссера, он понимал образный строй всей картины. Вот он умел сразу войти в атмосферу фильма. Все его песни, которые мы знаем, они практически все вышли из кино. Практически все, вот назовите любую песню, это все из кино. Почему Евгения Крылатова не хотели принимать в консерваторию? Какую роль в его жизни сыграл Александр Зацепин? Как артист Андрей Миронов изменил песню о шпаге? И почему музыка для кино заняла главное место в творчестве композитора? До чего дошел прогресс, до невиданных чудес, опустился на глубину и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бед, вкалывают роботы, а не человек. Евгений Крылатов родился в 1934 году в небольшом городке Лысьво Пермского края. В коридоре коммунальной квартиры, где жила его семья, висел радиоприемник. Мелодии, звучавшие оттуда, завораживали маленького Женю. Эту любовь к музыке он унаследовал от родителей. Папа на первый свой гонорар купил скрипку. Какой-то удивительной красоты. Гриф, который был сделан в виде льва, научился играть на скрипке. Он покупал на последние деньги пластинки. То есть в доме все время звучала музыка. Евгений Павлович даже опубликовал где-то, что дом был шаром по коте, но у нас были пластинки, которые новая папа купил. Восемь лет Евгений Крылатов поступил в музыкальную школу. Инструмента для занятий у него не было. Во-первых, это дорого стоило очень. Потом это время такое было. И жили они в коммуналке тогда с родителями. Потом уже все-таки где-то старенький рояльчик, который занял всю эту их комнату, появился у них в квартире. И он начал сочинять уже вот с такого возраста раннего. Потом поступил в Пермское музыкальное училище, кстати, которое всегда славилось, всегда сильная такая музыкальная традиция, была на Урале, вот в Екатеринбурге, в Перми. И уже дальше транзитом через Пермское музыкальное училище Крылатов отправился в Московскую государственную консерваторию. В Московскую консерваторию Евгения Крылатова принимать не хотели. Программа музыкальных учебных заведений СССР немного отличалась. И у абитуриента возникли проблемы. Усик, подойди к инструменту. Сейчас. Держите меня. Подержи. Что? Прошу. Ну что с тобой, Бусь? Разверните обратно. Он ее дома забыл? Чего? Кто забыл? Видишь, у тебя же голос как труба. Давай, давай, давай. У меня слуха нет. Все у тебя есть. Все есть, а слуха нет. Это все бывает. Это бывает от того, что не очень хорошо подготовлен бывает. Бывает, что из другого города человек приехал, не знает уровень. Конечно, разглядеть бывает трудно сразу, с первого раза. Ведь очень многие знаменитые артисты не с первого раза попадали в вузы. У Евгения Павловича была проблема вот с теорией музыки. И он именно из-за этого не прошел в консерваторию. Но его спас Свешников, вот, который вот отстоял его. Прославленный советский дирижер и педагог Александр Свешников убедил коллег взять талантливого парня. Так Евгений Крылатов стал московским студентом. В консерватории он учился сразу на двух отделениях – композиторском и фортепианном. Учился композиторскому мастерству у композитора Чулаки, довольно известного композитора сталинской эпохи. А класс фортепиано вел на танцон. И, кстати говоря, учился Евгений Крылатов вместе с другим, впоследствии, знаменитым композитором Альфредом Шнитке. Учебу в консерватории Евгений Крылатов закончил в 1959 году и не представлял, что делать дальше. Пробовал писать музыку для театральных постановок, но успеха не было. Жить в столице становилось все труднее. В консерватории он и женился, но, как сам говорил Евгений Павлович, что женился он рано. Ну, 23 года по нынешнему мерку, мне кажется, это не рано. Конечно, ему было очень непросто. Ему, во-первых, негде жить было. Он мотался по углам, и прописки не было. Поскольку все-таки Москва для него город неродной, жилья у него там не было, достаточно стесненное было просто материальное положение. Евгений Крылатов уже собирался возвращаться обратно в Пермь. Но судьба неожиданно устроила ему встречу с Александром Зацепиным. В конце 60-х годов это был один из ведущих композиторов Советского Союза. У Зацепина вал предложений. Надо сказать, что Зацепин был человеком прагматичным. Он от предложений не отказывался, даже когда получалось, что их пять параллельно. Если такая ситуация возникала, он просто брал с автора. Зацепин предложил коллеге написать музыку для мультипликационного фильма «Умка». У самого Александра Сергеевича из-за занятости на это не хватало времени. И Евгений Крылатов не просто прекрасно справился. Он сочинил шлягер, колыбельную медведицы. Очень скоро строчки «Ложка и снег мешая, ночь идет большая» запела вся страна. Какое нужно сердце иметь, какую душу, чтобы вот такую музыку, чтобы вот вы такой сочинить. Дальше композиторская карьера Евгения Крылатова стремительно пошла вверх. В 1971 году кинорежиссер Юрий Победоносцев предложил ему написать музыку для детского фильма «Ох уж это Настя». Знаешь, меня в пионеры не принимают. За то, что я будто вру. Мамка в командировку ехала. Сетка меня в рамки вставит. Так она сама обещала. История про девочку, ну вот сама это Настя, которая как раз такая фантазерка, которая постоянно рассказывает какие-то небылицы, которые не верят окружающие. И, собственно, одна из историй посвящена ее якобы дружбе с Черной Пантерой. И фильм еще разбавлялся такими анимационными вставками. Вот как раз Черная Пантера там была нарисована. Режиссеру хотелось, чтобы в кинокартине прозвучала песня про Черную Пантеру. Стихи для нее заказали поэту Юрию Энтину. Но Энтина никак не посещала вдохновение. Вот что-то Черная Пантера сопротивлялась. И вдруг он прочитал в какой-то газете заметку о происшествии, где-то, кажется, в Иркутской области, где вот, собственно, олень ворвался то ли в магазин, то ли в какое-то помещение. Энтина это вот неожиданно вдохновило. И он совершенно безотносительно сюжета фильма «Ох уж это Настя» написал стихи про лесного оленя и страну оленью. Ну и, собственно, стихи той песни, которую мы до сих пор прекрасно знаем. По началу мелодия, которую придумал Евгений Крылатов, показалась Юрию Энтину старомодной. Но переделывать ее не стали. Песню исполнила Айда Ведищева. И очень скоро композиция стала популярнее фильма. Я думаю просто, что это хорошая мелодия, которую вот подхватили. Понимаете, вот раньше, в советское время, когда выпускался любой фильм, плохой, хороший, он обязательно шел на экранах, притом целую неделю во всех городах. И за 10 копеек утром можно было сходить и посмотреть фильм. И вот, если эта песня трогала, она сразу же начинала играться в ресторанах во всех кинотеатрах, и потом по радио пошла. Это как реклама была. Если она не пошла, значит, это неудача. Смотрите далее. Почему Андрей Миронов предложил Евгению Крылатову переделать песню о шпаге для фильма «Достояние республики». Что больше всего нравилось Евгению Павловичу в создании музыки для кино? И каким популярный композитор был в обычной жизни? В начале 70-х годов крупных неудач в кино у Евгения Крылатова не было. Наступило его время. Вслед за Юрием Поведоносцевым композитору позвонил другой режиссер Владимир Бычков, работавший над фильмом «Достояние республики». С одной стороны, он как бы верил в меня, раз он меня пригласил. С другой стороны, у меня никто не знал, что за композитор, что он там напишет. И, конечно, немножко у него такой мандраж был, он все время так говорил. Сценарий фильма «Достояние республики» представлял собой приключенческую историю про гражданскую войну. Это был почти детектив. Музыка требовалась соответствующая. Однако Евгений Крылатов отказался писать шпионские мелодии. Детективная музыка очень простая, прямо скажем, примитивная, только чисто киномузыка. А мне хотелось бы такую эпическую тему. Сейчас увидите этот шедевр в Вентурии. В итоге музыкальный материал, который композитор предложил режиссеру, изменил весь фильм. В сценарии не было вот этой такой какой-то исторической, эпической линии. А произошло это потому, что та музыка, которую я написал на записи, вот для увертюры, она вдруг изменила такой, знаете, крен этой картины. Он стал более масштабным, более трагическим, более историческим. И это его заставило немножко и картину самую потом немножко переделать. «Приготовились! Поехала карета! Камера!» Владимир Бычков мечтал, чтобы актер Андрей Миронов, исполнявший в фильме роль Маркиза, спел песню про шпагу. Автором текста вновь пригласили Юрия Энтина. Однако тема гражданской войны его не вдохновила. Тогда режиссер пошел на хитрость. Ему сказали, что текст будет утверждать не композитор, даже не режиссер, а лично Андрей Миронов. Вот, и это, видимо, ну, как-то спровоцировало Энтина, да. Это как-то он сам говорил, что вот было интересно. Как-то даже, собственно, самолюбие вот такое авторское проверить, да, вот как Миронову понравится текст или не понравится. Понравится песня или не понравится. Когда мы первый раз ему играли песенку о шпаге, вот тогда он мне сказал, что таксюмором был человеком. Он говорит, ну что вы, говорит, советские композиторы пишут все в одну дуду. Тора-дора-дора-дора. Давайте сделаем, разобьем ритм, сделаем вальс. Это была его идея. Удивительно как раз, насколько песня Миронова попала в настроение этого фильма, насколько она добавила энергетики, украсила, стала таким, ну, просто ключевым номером вообще, можно сказать, и визитной карточкой этого фильма. Мне кажется, что актерская работа Миронова и без песни замечательная. Просто песня дает двойственность, песня дает объем, да, роль достаточно серьезная, и вдруг такой водевильный номер. Первый успех в кино Евгению Крылатову принесли именно песни. Не всякий композитор умел их сочинять. А Евгений Павлович делал это легко и талантливо. Так получилось, что у меня вдруг сразу, не то что в один год, даже не в один месяц, но даже в один месяц, несколько недель, у меня было три фильма, которые я озвучивал уже написанной музыкой. Это «Достояние республики», это фильм о любви с Михаилом Богиным и с Викторией Федоровой, мой любимый фильм. Однако в фильме о любви песен не было. Режиссер Михаил Богин включил в него только инструментальную музыку Евгения Крылатова. Кинокартина от этого не проиграла. В этом фильме, наверное, впервые проявилась еще одна грань уникального дарования Евгения Крылатова. Оказалось, что он не только автор веселых песен, но в первую очередь серьезный композитор со своим неповторимым почерком. А что такое почерк? Талант – это почерк. Я вам скажу, у Столлера тоже есть свой почерк. У каждого Столлера есть свой почерк. Поэтому почерк – это и есть составляющая таланта, чтобы он был понятен, ясен, но нести что-то новое. На мой взгляд, вообще кульминацией кинокомпозиторской карьеры Евгения Крылатова. Это был фильм о любви, для которого Евгений Крылатов написал тоже лирическую мелодию, которая, ну, может быть, это будет очень субъективно и сугубо мое личное мнение, но которая вообще была лучшей лирической композицией во всей истории, может быть, советского кинематографа. Совершенно невероятная вот по степени пронзительности. Музыку для своих первых кинокартин Евгений Крылатов записывал в одной и той же студии. Бывало, что в понедельник работали над партитурой для «Достояния республики». А на следующий день оркестр играл музыку к кинокартине о любви. Режиссеры сменяли друг друга, и Крылатов иногда стеснялся смотреть им в глаза. Я бегал, чтобы они не знали. Но, предложим, Богин, он был такой широким пониманием. Он такой, да, конечно, чем больше, чем лучше, чтобы я знали. А Бычков был ревнивый, что я иду куда-то в другую, в павильон. Ну, вот это было начало моей деятельности. И было мне 37 лет. Уже многовато для дебюта. И все же Евгений Крылатов нашел свою дорогу. Он окончательно убедился, что должен работать в кино. Украшать своими мелодиями фильмы композитору очень нравилось. Ему нравилось писать под картинку. Ему нравилось представлять, что музыка сопровождается каким-то изображением. То есть, конечно, он действительно в кино работал не по нужде. Ему в кино нравилось. Он увидел в этом свое призвание. Я думаю, что кино это как-то засасывает. Понимаете, если человек ему нравится, он тогда прямо весь окунается в это кино, и его больше ничего не интересует, и у него времени нет. Евгений Крылатов сразу понял, что для такой работы одного музыкального таланта мало. Ведь кино — это производство. Тут нужны дисциплина и умение договориться с главным человеком на площадке — режиссером. В кино пишешь прикладную музыку не просто что хочешь, а то, что требует режиссер, и то, что в сценарии заложено. Все это должно соответствовать. Поэтому если есть там юмор, значит, нужно юмор. Если есть эксцентрика — эксцентрика, а если есть лирика — только лирика. Так что тут все зависит от сценария. Это общее произведение. Общее. Ты не можешь быть, так сказать, лидером его. Ты должен уметь с командой работать, конечно. И автором, и режиссером, и художником. Это единое целое, несомненно. Она не у всех получается. Эта киномузка. Вот у него она получалась. Он понимал, что хочет от него режиссер. И даже у него какое-то было свое видение темы. И он был из тех композиторов, который умел находить компромисс, работая в команде. Это не каждый тоже может, понимаете, слушать порой очень жесткие замечания режиссера. А он умел ладить, умел приходить к общему знаменателю, умел, как сейчас говорят, договориться по-человечески, не обижая никого. Я не помню ни одного режиссера, с которым мне было бы некомфортно, или точнее, которому было бы некомфортно со мной. Потому что у меня была, как у любого композитора, работающего в кино, одна установка, что режиссер всегда прав. И что задача композитора, который приходит в кино, понять, что он хочет и сделать, а не говорить о том, что он не понимает музыки. Я написал гениальную музыку, а он не понимает. Способность Евгения Крылатова выполнять поставленные задачи в срок кинорежиссеры очень ценили. И обращались к нему довольно часто. В 1976 году Владимир Бычков показал Евгению Крылатову новый сценарий. Он назывался «Русалочка». «Русалочка» как раз ценил Крылатова больше даже не как песенника, а просто как композитор. Были важны его лирические композиции. Он был удивительным мастером лирических мелодий. Мало кто в этом смысле мог с ним сравниться. После премьеры «Русалочку» критиковали. Считалось, что фильм не нашел своего зрителя. Многих не устраивала игра артистов. Но музыка понравилась всем. Сам Евгений Крылатов, обычно строгий к своим произведениям, мелодии из «Русалочки» ценил высоко. Как-то охарактеризовать музыку Крылатова довольно сложно, потому что в отличие даже от многих замечательных композиторов, типа Эдуарда Артемьева, Крылатов действительно был более что ли таким ремесленником, композитором, который подстраивался под кино. Но, наверное, если так можно выразиться, фирменный Крылатов, наш любимый Крылатов, которого мы точно знаем и любим, это все-таки особая лиричность, особая вот такая трогательная мелодичность. И это всегда музыка, которая очень как-то к себе располагает, да, и вызывает вот какое-то доброе и очень теплое чувство. Где-то она, может быть, даже не очень совпала с фильмом, и как будто ее можно слушать отдельно. Вот просто слушать пластинку, она абсолютно самодостаточна. А фильм, к сожалению, подзабыт, мне кажется, незаслуженно. Там очень интересные актерские работы. История, когда музыка Евгения Крылатова оказалась популярнее фильма, повторилась и с картиной «Конец императора тайги». Она рассказывала о сибирских походах писателя Аркадия Гайдара. Сюжет фильма сегодня мало кто вспомнит, а вот мелодию напоют многие. Музыка Крылатова, она украсила этот фильм. Съемки, где они несутся, конницы это, да, и можно было, конечно, банально что-то такое сделать, там, я не знаю, стук копыт, еще что-то, но это было уже немножко бы так примитивно, да. Все-таки это уже было другое время, это конец 70-х годов. Музыка Иван Николаевич, они пошли! Скачь, ах, мои клюшки! Засаду поднять! Музыка Когда звучит вот это инструментальное произведение, то здесь и какой-то орел романтики, и вот эти годы гражданской войны, они как бы вот проносятся здесь уже это в таком концентрированном виде. Казалось, такую душевную музыку способен написать человек исключительно романтического склада. Однако по воспоминаниям друзей и коллег Евгений Павлович Крылатов в жизни таким не выглядел. Его запомнили как серьезного и сосредоточенного профессионала с выразительными, немного печальными глазами. Поначалу да, поначалу было довольно так, лишнего слова от него не услышишь, лишней похвалы не услышишь. У него не очень комфортно было поначалу. А потом нормально стали разговаривать, какой-то язык уже выработался, что-то могли уже себе позволить друг по отношению к другу, какие-то анекдоты пошли, ну и нормальные человеческие взаимоотношения. А потом как-то я помню, встретил его на улице, ну мы тогда еще были не очень хорошо знакомы, он к ней подошел, Сережа, и начал мне рассказывать свою жизнь. Ну и с той поры я как-то понял, что мы сблизились гораздо больше. Тебе я знаю горестно и жалко, что ты вскочить не можешь на коня. Чтоб на турнире в поединке жарком чужому принцу не отдать меня. Что же это сделается в мире? Что же это сделалось с людьми? Турниры отменили, турниры отменили, как будто нет на свете ни от магии, ни любви. Ну, композиторы, они вообще одиночки, они такие одинокие волки, они не общественные люди, они обычно сами по себе, наедине с роялем. Он не всем раскрывался и не всегда, скажем так. Так что, в общем-то, чтобы его понять, нужно было довольно близко к нему подойти. Он не злобивый человек, это раз. Он такой же вот чистый и прозрачный, как и его песни, как и его мелодии. Вот он такой же открытый и душевный. У Жени был хороший характер. Достаточно легкий, но он был очень принципиальным человеком. Он никогда не разменивался на какие-то слишком уж удобные и легко воспроизводимые вещи. Это я знаю точно. У него были свои музыкальные принципы, как у любого художника, поэтому его и знают, поэтому он и композитор, поэтому он заслуженный композитор и народный. именно потому, что у него есть свои художественные принципы, которые он всегда защищал. Он нормально любую музыку писал. У него масса фильмов, где самая различная музыка, и быстрая, и медленная, и лирическая, и драматическая, и юмористическая, какая угодно. Смотрите далее, что вдохновляло Евгения Крылатова на сочинении музыки для кино. Как родилась знаменитая песня «Прекрасно и далеко» и почему у композиции «Крылатые качели» «Непростая судьба». И все-таки визитной карточкой Евгения Крылатова стали именно песни для кино. Он хмурился, когда в списке его музыкальных сочинений они оказывались на первом месте. Но ничего поделать не мог. Народная любовь была сильнее. Понятно, что зритель песни больше помнит, потому что он их напевает, слова запоминаются, но и мелодии ему давались совершенно с той же самой легкостью и с тем же самым успехом. Что касается Евгения Павловича, то, пожалуй, одна из его самых сильных черт композиторских – это мелодизм. Он был удивительный мелодист. Поэтому его мелодии мгновенно ложатся тебе на сердце. И тебе очень легко и слушать. Они удивительно как-то, ну, естественно ложатся. Это поразительно. Вот именно качество. Вот это и называется мелодизм. Если мелодист хороший, и он умеет это выразить в красивой мелодии, свою музыку, то, как правило, у него рождаются песни. Например, вы знаете о том, что Шостакович есть прекрасные песни? Был замечательным мелодистом Прокофьев. У него тоже есть песни. И детские песни есть. Поэтому я думаю, что это просто данность. Если у тебя есть мелодический дар такой, да, ты пишешь песни тогда еще тоже. И другую музыку можешь писать. Евгений Павлович признавался, что песни всегда давались ему без особых трудностей. Его вдохновляла хорошая поэзия. Не зря композитор работал с Беллой Ахмадулиной, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым. Стихи всегда задавали уже характер, ритм внутри музыки. Вот почему хорошо писать на стихи? Потому что у тебя все песни разные. А когда ты сам пишешь сначала мелодию, они бывают одна на другую похожи. Вот. Поэтому никаких у меня сложностей не было. Я сажусь и пишу. Это очень просто. Вы берете листок нотной бумаги, ручку и все. Это раз и два и все готово. Такое чувство, что ему кто-то там нашептывал что-то. Потому что там нет этих мучительных измышлений. Вот как там мелодия так идет, так идет. Много таких композиторов, в которых ты играешь, и ты видишь, как мучился человек. Понимаете, что он мучился просто. И вот плоды своих мучений он вынес на запись. У Крылатова этого нет. В 1979 году появился телевизионный фильм «Приключения электроника». Режиссер Константин Бромберг заказал Евгению Крылатову несколько песен. Результат работы его вполне устроил. За одним исключением. Бромберг считал, что песня «Крылатые качели» неудачная. Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся то куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только раны спереди. Только небо, только ветер, только раны спереди. Текст для этой песни придумал неизменный соавтор Евгения Крылатова Юрий Энтин. В припеве стихи немного не ложились на музыку. И поэт, недолго думая, вставил перед словом «качели» прилагательное – «крылатые». Энтин как бы подмигнул композитору, намекая на его фамилию. Ну, это Энтин, это в его репертуаре абсолютно. Вообще они как-то удивительно с Крылатовым стыкуются. Абсолютно. Они совершенно разные по темпераментам. Энтин взрывной такой, спичка такая, понимаете. И Крылатов такой немножко более холодноватый, на первый взгляд. И более сдержанный. Ну, они так хорошо друг друга опыляли, скажем так, да, что это просто прекрасный результат творчества. Творческая группа уговорила Константина Бромберга не вырезать крылатые качели из фильма. И когда он вышел на экраны, песню сразу подхватили детские хоры, пионерские отряды и самодеятельные ансамбли в домах культуры. Режиссер фильма долго удивлялся, как он мог проглядеть такой шедевр. Ну, этих примеров полно. Вы знаете, как, значит, наш общий друг Саши Журбины, мой замечательный многолетний друг с детства, Дмитрий Борщевский, режиссер, в «Тяжелом песке», где звучит песня Журбина, которая стала хитом, вальс в голубом, просто супер-хит. Она не принималась сначала. Не принималась? Что это за песня такая? Непонятно что. Это бывает, это случается. Но Визия находит в себе силы, как и Борщевский, так и Бромберг, находит в себе силы все-таки эту песню поставить. А если бы это было, например, он сказал, нет, эту песню я не беру, значит, он бы лишился хита, супер-хита мирового. Уже в пожилом таком возрасте Евгений Павлович, он так, когда стоял там в какой-нибудь очереди, в ту же сберкассу, мог спросить, Евгений Павлович Крылатов, вам знакомо что-нибудь? Вот говорят что-нибудь с моими. Мы отвечали, нет, абсолютно. Ну тогда Евгений Крылатов, да нет. И тогда он стал перечислять свои песни. И тут уже, конечно, улыбка на лице. То есть его песни, это о чем говорят? Его песни стали народными. Музыка Евгения Крылатова стала украшением еще одной картины Константина Бромберга «Чародеи». Здесь был уже целый букет песен, 12 композиций. После они вышли отдельной пластинкой на фирме «Мелодия». Из этих стопроцентных шлягеров можно было легко составить концертную программу для эстрадного артиста. «Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахоклились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня звенящие в снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь и льва и февраль». У Крылатова, вот вся его музыка, она очень легко поется. Очень легко поется. И поэтому она уже, именно поэтому она уже легкая, как мелодия, легко воспринимается. Ты ее можешь тут же напеть. Моментально. Там просто шедевр на шедевре. Конечно, Ирина Отьева, замечательная эта «Ведьма-речка». И это удивительная песня, на мой взгляд. Вот забыли ее. Ну, это прям хит такой. Песни, которые Евгений Крылатов писал для кино, часто звучали на живых концертах, по радио и на телевидении. Поклонники советской эстрады забывали, откуда пришел этот хит. Так, например, песня «Сережка Ольховая» была написана в 1978 году для советского многосерийного фильма «И это все о нем». Сережка Ольховая – легкая, будто пуховая. Замечательная песня совершенно. Ее исполнял Эдуард Хиль, ее исполнял Иосиф Кобзон. Если говорить вообще о нашем советском кино и о том, что его сопровождает, ну, в 50% это именно песня. И вот из этого сериала, наверное, «Сережка Ольховая» она до сих пор живет. Известный факт, что Евгений Павлович писал уже на готовые стихи. Так вот, Евтушенко, он даже шел на то, чтобы работать под крылатого. Понимаете? Но вот эта песня «Сережка Ольховая» она оказалась самой живучей из этого сериала. Евгений Крылатов с большой любовью относился ко всем своим произведениям. Но при этом понимал, что не каждая хорошая песня может стать шлягером. Мне очень нравятся многие песни, которых вы не знаете даже, потому что они как бы не получили широкого распространения. Например, так же, как вот там «Песня из «Не покидай». Там есть одна из лучших моих песен на слова Дербенева, песня «Волшебная роза», например. В недобрый час тоски к небу Час пробуждения темных сил Спустился белый ангел с неба И эту розу посадил 1984 год запомнился многим советским школьникам тем, что по телевидению впервые показали пятисерийный научно-фантастический фильм «Гости из будущего». Основную музыкальную тему этой кинокартины режиссер Павел Арсенов определил так – прекрасное далеко. Евгений Крылатов начал фантазировать. Музыку записывали на студии тематическими блоками. Работа была, как говорится, творческая, а не просто так вот уже готовый кусок. Ты его сыграл, и он лег в картину. Нет, такого не было. Был, допустим, «Космопорт». Вот этот вальс, который там звучит довольно часто, начинается какой-то. Сейчас будем писать такой-то номер. Евгений Павлович, так, берем партитуру «Космопорт» и пишем не сначала, а с какого-то кусочка. И здесь синтезатор не играет. Ну, то есть вот какие-то такие вот были переинструментовки, перекомпоновки. Прямо на оркестре это происходило. И довольно так, знаете, оперативно и ловко. Но это говорит только о мастерстве композитора. Какой неожиданно славный день сегодня. Когда Евгений Крылатов увидел стихи для финальной песни кинокартины, то сразу понял – тут нужна особенная мелодия. Песню «Прекрасный далёко» он посвятил молодым людям, вступающим во взрослую жизнь. Это очень философская песня, да. Очень философская, очень глубокая. И это песня «Оберег». Это такая молитва лёгкая, не… Ну, ты не вгрызаешься вот в глубину, ты не стараешься, так сказать, найти там те смыслы, которых нет. Там весь смысл, он вот так, на ладошке, он просто преподнесён. Ты просто его читаешь сразу с листа. «Прекрасное далёко» – это потрясающее произведение. Его можно исполнить в разных стилях, сделать разные аранжировки. Это великолепная мелодия. И вот что отличало именно советских композиторов, да, в их киномузыке – это удивительные мелодии. Они все были прекрасные мелодисты. Невозможно разобрать хорошие песни, почему она хорошая. Вот невозможно. Она нравится, она эмоциональна, она на правильную какую-то эмоцию сегодняшнюю она попала. И причём попала не только в сегодняшнюю. Бывает, попадает в сегодняшнюю, а завтрашнюю уже нет. Значит, она попала на большую протяжённость эмоциональную. Попала в сердце, что называется. И всё, её поют до сих пор, и она просто не увядает. Я уж не говорю о том, что умирает. Не увядает вообще. Десятки разнообразных песен, прекрасные кинофильмы, талантливые исполнители, ученики, поклонники, слава. Мог ли представить скромный студент Московской консерватории Евгений Крылатов, что судьба приготовит ему такой путь? Наверное, это была награда за его терпение и труд, и бесконечную преданность музыке и кинематографу. Музыка Крылатова, она жива. Мне кажется, она будет вечно. И это действительно саундтрек эпохи. Женя Крылатов – это та данность, тот стол, понимаете, который всегда будет в истории существовать. Я очень люблю советский кинематограф, у нас прекрасные были режиссёры. А каменины какие, да? А Данелия, Аризанов, Агайдая, понимаете? Какие слова? Энди написал. «Я клянусь, что со мной чище и добрее, и в беде не брожу друга никогда, слышу голос и спешу назов скорее по тропинке, на которой нет следа». Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, очистка на истоков, прекрасное далёко, прекрасное далёко я начинаю путь.